Время новостей на телеканале «Север» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Зимник на замке. Так называемая дорога жизни вновь закрыта из-за сильной метели и высокой температуры воздуха. Полет длиной в три дня. В окружную столицу наконец-таки долетели пассажиры рейса Сыктывкар-Нарьинмар. Правда, с несколькими незапланированными стыковками. Запах костра, звуки бубна, ленточки желания и песни на национальном языке. В центре арктического туризма встретили долгожданные первые лучи солнца и отметили Новый год по-ненецки. Об этом и не только. В ближайшие 20 минут. И в начале выпуска актуальная информация о состоянии зимника Нарьинмарусинск. По данным диспетчерской службы компании «Стройуниверсал», временная автодорога закрыта для всех видов транспорта в связи с высокой температурой воздуха, метелью и плохой видимостью. Причем погодные условия на зимнике ухудшаются. Сейчас на ледовой трассе работает 16 единиц техники. Тем не менее, автомобилистов призывают не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров и не отправляться в путь, пока бушует непогода. Об открытии проезда по зимнику будет сообщено дополнительно в окруженных СМИ. Также подробную информацию о состоянии зимника можно узнать по телефону диспетчерской общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» 8 911 067 72 33. В случае чрезвычайных ситуаций МЧС рекомендует звонить по телефону доверия 499 99 или на единый телефон экстренных служб 112 мобильных телефонов. Напомним, общая протяженность зимника в этом сезоне составляет 54,8 километров. Государственный контракт на выполнение работ по устройству и содержанию искусственного дорожного сооружения Нарьин-Марусинск общей стоимостью порядка 83,5 миллионов рублей по итогам торгов был заключен с окружной компанией «Стройуниверсал». На временной дороге организован дорожно-ремонтный пункт 2 КПП, установлены информационные щиты. Из-за плохих погодных условий на протяжении нескольких дней в окружную столицу и населенные пункты округа сложно было попасть и авиатранспортом. Например, пассажиры рейса «Сыктывкар-Нарьинмар» добирались в пункт назначения три дня. При этом авиаперевозчик компания «Руслайн» устроила своим клиентам настоящее турне по нескольким городам России. Прямо сейчас расскажем, чем и когда закончились приключения путешественников по неволе. С которой попытки этот рейс долетел, таки до пункта назначения, сбились со счета уже даже сами пассажиры. На лицах прибывших в Нарьинмар улыбки. Со вздохом облегчения они забирают свой багаж и отправляются домой. С «Сыктывкаром» мы оказались в Архангельске. В Архангельске сидели, ночевали, предоставили гостиницу, накормили, напоили. Как говорится, спать уложили. Ночью увезли нас в Екатеринбург, сутки провели в Екатеринбурге. Сегодня утром с Екатеринбурга прилетели в Нарьинмар, покружили полчасика, улетели обратно в Архангельск. Там часик повылили в аэропорту и вот благополучно появились мы дома здесь через три дня. Началась эта эпопея рейса 7Р259 «Сыктывкар-Нарьинмар» 8 числа, то бишь позавчера, 7 часов 35 минут утра. Этим же рейсом из Сыктывкара в Нарьинмар летел и наш коллега, журналист Михаил Веселов. Говорит, тем утром ничего не предвещало казусные ситуации. Крылатая машина покинула аэропорт столицы республики Коми ровно по расписанию. Приключения начались при подлёте к Нарьинмару из-за бокового ветра. Самолёт авиакомпании «Руслайн» не смог приземлиться в пункте назначения и был перенаправлен на запасной аэропорт. Самолёт отправили в Архангельск. И вот что-то тогда мне подсказала, интуиция, наверное, что этим всё не завершится. Нас проинформировали, что далее самолёт полетит в город Екатеринбург, чтобы затем из Екатеринбурга вернуться в Нарьинмар. Длилось это очень долго. В конце концов, людей, остальных пассажиров уже без меня. Я решил не лететь на этом самолёте и купил билет на лейтургой авиакомпании. Это обошлось мне в 13 тысяч. Это достаточно дорого. И мне их, конечно, никто не возместит. Михаил намерен скооперироваться с другими пассажирами и подать на авиакомпанию в суд иск о возмещении морального вреда. Понятно, что северная погода – штука непредсказуемая. В этой ситуации Михаила больше всего возмутило не это. Мужчины считают, что у авиакомпании явные проблемы в части работы с клиентами. Что меня в этой истории больше всего, скажем так, озадачивает и возмущает? 8 числа я делал попытку дозвониться до кого-нибудь из должностных лиц авиакомпании «Руслайн». Порядка 10 звонков, 10-минутное прослушивание музыки. Где-то раз на 10-й мне ответил юноша, который представился Максим, добавочный номер, 15-14. Но и Максим ничем не смог помочь. Остается только посочувствовать тем, кто не смог вовремя вернуться домой с новогодних каникул. Ни погода, ни погоде рознь. И если бомбардье, тип самолета, эксплуатируемого авиакомпания «Руслайн», при погодных условиях двух предыдущих дней не мог совершить посадку в аэропорту Нарьинмара, то боинги, используемые другими авиаперевозчиками, приспокойно и в срок приземлялись на взлетно-посадочную полосу. И это не первый случай, когда самолеты «Руслайна» не могут сесть в воздушной гавани окружной столицы из-за погодных условий, вспомнить хотя бы конец прошлого года. Я сам летаю, я понимаю, как командиры принимают решения. Тут важно не быть авантюристом, не летать на неисправных воздушных судах, не летать в плохую погоду. Да, предельные значения, допустим, ветра по боковой составляющей, у «Боинга» гораздо выше, чем у бомбардировых судов, на котором летает «Руслайн». Надо сказать, регулярно задерживались рейсы «Руслайна» в прошлом году не только из-за погодных условий, но и по техническим причинам. За низкую стоимость перелета за счет федерального субсидирования пассажирам приходилось платить собственным терпением и потраченным впустую временем. Впрочем, это никого не останавливало. Рост пассажира потока в Ненецком округе из-за дешевых билетов увеличился в прошлом году на 12%. В этом году компания «Руслайн» будет осуществлять рейсы только в Уфу, Перми, Екатеринбург, Сыктывкар и Киров. Рейсы в Архангельск, Санкт-Петербург и Москву будут осуществляться другими авиаперевозчиками на типе воздушного судна «Боинг». Ну а история полета длиной в три дня чем-то напомнила нам советскую кинокартину «Невероятные приключения итальянцев в России». Я ненавижу самолеты, ненавижу летать, меня укачивают. Вы еще пожалеете, я найду на вас управу. Алина Ваучейская, Ольга Малыгина, Вадим Стасюк и Леонид Шишилов, Телеканал Север. На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте прогремел взрыв. Все произошло накануне. Вот кадры, на которых можно наблюдать горение. По словам очевидцев, в жилых домах в момент взрыва даже тряслись окна. По информации регионального управления МЧС, на заводе произошло возгорание установки по переработке дизельного топлива. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Пострадал один человек. Прокуратурой Ненецкого округа организована проверка соблюдения администрации Нарьинмара и предприятий объединенных котельных тепловых сетей законодательства о водоснабжении в связи с произошедшей 8 января утечкой на водоводе по улице Ленина. Как пояснили в ведомстве, в соответствии с федеральным законом о водоснабжении и водоотведении, организация, осуществляющая данные услуги, вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение из-за возникновения аварии или устранения последствий аварий на централизованных системах водоснабжения. Также, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, допустимая предложительность перерыва подачи холодной воды составляет 4 часа единовременно. При этом за каждый час превышения допустимой предложительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% размера платы определенного за такой расчетный период. В связи с произошедшей 8 января текущего года утечкой на водоводе по улице Ленина, а также длительным отключением жителей города от холодного и горячего водоснабжения, прокуратура округа организована проверка, в рамках которой была дана оценка полноте и своевременности принятых мер, направленных на устранение причины утечки, информирование у жителей города о прекращении водоснабжения, ну и соответственно модернизации систем водоснабжения городских. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Власти Ненецкого округа планируют привлечь федеральные средства на ликвидацию накопленного экологического вреда в Амдерме. Соответствующая проектная документация разработана Государственным океанографическим институтом имени Зубова и принята Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа. С организацией по итогам торгов был заключен государственный контракт на сумму 6,3 миллионов рублей. Подрядчикам были проведены натурные исследования территории Амдермы, одноименного озера и акватории реки Амдерминки, на основе которых выявлены объекты накопленного вреда окружающей среде. По каждому из объектов были проведены инженерные изыскания и разработан проект по их ликвидации. Ненецкий округ вправе претендовать на федеральное финансирование работ по экологической очистке Амдермы. В ближайшее время департаментом будет направлена заявка на включение мероприятия в федеральный проект «Чистая страна» и на получение субсидий из федерального бюджета, пояснили в ведомстве. Напомню, в январе 2018 года приказом Минприроды РФ территория поселка Амдерма и акватории соседних водоемов были включены в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Основная часть нынешних экологических проблем досталась Амдерме с советских времен. Тогда в поселке располагался авиационный полк. Убойная кампания в Ненецком округе выполнена на 95%. По информации Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, оленеводческие хозяйства региона и частники направили около 37 тысяч голов северных оленей и заготовили более тысячи тонн мяса. В целом это составляет около 95% от плана. На сегодняшний день кампания продолжается в двух оленеводческих хозяйствах из ПК «Рассвет Севера» и «Индига». Кроме того, убой в эти дни проводят оленеводы двух малоземельских семейных родовых общин и частники из поселка Харута. Согласно отчетам оленеводческих хозяйств, средний вес оленей туши составляет 30 килограммов. Всего в этом году хозяйство региона и частники планируют направить на убой более 38 тысяч голов северных оленей и произвести 1173 тонны оленины. В этом году убойная кампания в регионе началась 21 октября. Как и годом ранее, первыми к заготовке мяса приступили оленеводы СПК «Ижимский оленевод ИКО». В Ненецком округе завершена сезонная иммунизация против гриппа. Привито более 47% населения. Вакцинация в регионе стартовала в сентябре прошлого года. План по вакцинации выполнен в полном объеме. По информации окружного распотребнадзора, заболеваемость с гриппом и ОРВИ в Ненецком округе ниже эпидемического порога, а число госпитализированных не превышает средний многолетний уровень, характерный для данного периода года. Напомню, вирус гриппа остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем и может одновременно поражать большие массы населения. Также в Роспотребнадзоре отметили, что в группу риска по развитию осложнений после гриппа входят дети до 5 лет, люди старше 60 лет и беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями сердца, легких или метаболическим синдромом, а также находятся в зоне риска развития патологических осложнений. В Заполярье продолжается прием заявлений для сдачи ЕГЭ. В 2020 году выпускникам школы и абитуриентам необходимо определиться с выбором предметов и подать документы до 1 февраля включительно. Для выпускников текущего года прием заявлений будет организован по месту учебы. Для выпускников прошлых лет в Ненецком региональном центре развития образования. В заявление на участие в ЕГЭ необходимо перечислить все предметы, которые участник планирует сдавать. Обязательными предметами для получения аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и математика. По последнему предмету выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень – базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Для поступления в ВУЗ абитуриенты, помимо двух обязательных, могут выбрать любое количество учебных предметов, которые в дальнейшем будут засчитаны высшим учебным заведением в качестве вступительных экзаменов. Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность и доверенности. Выпускники текущего года и прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особых условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолога медико-педагогической комиссии «Дети-инвалиды и инвалиды» оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданный Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ участник может только при наличии уважительных причин, к которым относятся болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально. ЕГЭ традиционно проходит в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап начнется 20 марта и продлится до 13 апреля. Основной пройдет с 25 мая до 29 июня, дополнительный с 4 по 22 сентября. Серию дней субъектов в Совете Федерации в 2020 году откроет Ненецкий округ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте региональной администрации. В сообщении говорится, что мероприятие будет проходить в Верхней Палате Парламента 29 и 30 января. Делегацию округа возглавят губернатор Александр Цибульский и председатель регионального собрания депутатов Александр Лутовинов. Предполагается, что на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации с тематическими докладами выступят заместители главы региона и руководители окружных органов власти. Основной доклад, в котором будут отражены вопросы, касающиеся перспектив дальнейшего развития Арктического региона, на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента под председательством главы Совета Федерации Валентина Матвиенко представит губернатор округа Александр Цибульский. Кроме того, в рамках проведения Дней НАО в Совете Федерации будет развернута выставка, на которой ее организаторы представят потенциал Неницкого округа, а также традиции и быт коренных народов Крайнего Севера. Запах костра, звуки бубна, ленточки желаний и песни на национальном языке. В Центре Арктического туризма встретили долгожданные первые лучи солнца и отметили Новый год по-неницки. На праздники побывала и наша съемочная группа «Слово Любови Пермяковой». Встреча Нового года по-неницки оказалась волшебной. Гости праздника загадали желание и повязали ленточки на священном дереве. Кроме того, участников мероприятия угощали неницким бульоном из оленины. Самым магическим моментом стало зажжение большого костра под звуки бубна. Передача свечи, по словам организаторов праздника, символизирует солнце и теплоту сердец. Мы как бы желаем друг другу добра и передаем свое тепло другому человеку. И что мы будем жить все дружно. Кроме того, все желающие смогли покататься на ватрушках, сфотографироваться с оленями. Для маленьких гостей был подготовлен аквагрим и проведен мастер-класс по изготовлению символа года крысы. Кульминацией праздника стала встреча первых лучей солнца на самой высокой сопке на территории турцентра. Обычно, конечно, если оно вышло, то мы его приветствуем в солнце, радуемся. Наконец-то солнышко вышло, светит на горизонте и уже теперь оно потихоньку начнет подниматься. Начнет подниматься. Но это уже Новый год, новые желания, новая жизнь, можно сказать, начинается. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, телеканал «Север». Праздник на льду. Дворец культуры Арктика 13 января предлагает встретить Старый Новый год на коньках. Гостей праздника ждут выступления сольных исполнителей, а также артистов в студии эстрадно-джазового вокала «Импровиз». Конкурсная программа для всех возрастов, призы, фотосессии и, конечно, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дворец культуры Арктика предлагает сделать этот праздник максимально активным, веселым и беззаботным. Чтобы на льду не остаться незамеченным, организаторы рекомендуют взять с собой карнавальные костюмы. Напомним, место встречи – стадион «Дюслидер» 13 января 2020 года, 18 часов. Ход свободный. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!